Всем здарова, сегодня я расскажу как создать своего телеграм-бота с чат GPT на примере моего бота ForgetGPT, кстати если вы также хотите выбрать идею для следующего видео или предложить свою идею, то это можно сделать в моем телеграм-канале. Я буду показывать на примере кода своего бота, но вы можете найти на гитхабе готовые коды для ботов. Для начала нам нужно выбрать библиотеку, на которой мы будем писать бота, вы можете выбрать iogram или любую другую, а я выбрал телебот. Дальше нам нужно объявить эти две переменные. Первая отвечает за сервер куда, мы будем обращаться. Если вы планируете использовать официальный API от OpenAI, то переходим по ссылке которую я оставлю в описании и копируем из официальной документации OpenAI, тут кстати расписано все прообращения к их моделям. Теперь нам нужен сам ключ, если ваш провайдер, то есть сайт который вы указали тут, это OpenAI, то переходим сюда и создаем новый ключ. После чего вставляем сюда. Дальше нам нужен ключ от самого бота в Telegram, чтобы его получить нам нужно создать бота в официальном боте от Telegram и взять его ключ. Дальше у меня идет функция проверки подписки на Telegram канал, я останавливаться на ней не буду. Теперь идет функция генерации запроса к модели. Тут вы вписываете модель которую будете использовать, здесь у меня параметр приравнивается к переменной значения для которой мы будем получать чуть дальше, значение max tokens это максимальное количество токенов которые можно будет отправить в запрос, для разных моделей это будет разное количество. Температура отвечает за креативность бота, а параметр n это количество вариантов которое будет сгенерировано по одному запросу, переменная stop это стоп слова для модели. Дальше объявляется функция которая выполняется при отправке команды старт пользователем. Тут представлено три кнопки и для каждой своя callback data, чтобы потом обработать это нажатие. Дальше идет обработчик нажатия кнопки с callback data chat GPT, здесь мы вводим переменные с которыми будем работать, здесь проверяем отправил ли пользователь текст, а здесь смотрим наличие подписки на канал. Далее идет переменная отвечающая за запрос, здесь идет системный промт, который при запросе к модели идет перед промтом пользователя, а здесь у нас берется промт от пользователя из отправленного боту сообщения. На этом в принципе с кодом закончили, вы можете сгенерировать код с помощью того же chat GPT вместо того чтобы писать его самостоятельно, но я предупреждаю что он плохо генерирует функцию с запросами, так что лучше ее написать самостоятельно. Также в конце кода обязательно нужна эта строка. Теперь ваш бот готов, достаточно его запустить, но что если вам нужно чтобы он работал постоянно? Для этого нужен хостинг, у себя в телеграме я уже рассказывал про сервис Amvera который предоставляет пробный баланс в 170 рублей, которого хватит для того чтобы ваш бот проработал около 20 дней на самом дешевом тарифе. После того как вы запустите бота на их серверах, он будет постоянно работать и любой пользователь сможет задать ему вопрос. На этом все, спасибо за просмотр.